Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Новый размер индексации пенсий с 1 апреля 2020 года. Нас спрашивают, а действительно ли изменился размер индексации пенсий со следующего месяца. И если да, то какой теперь будет новый размер индексации пенсий с 1 апреля этого 2020 года? И какие именно пенсии проиндексируют? На что отвечаем, что действительно, изначально, как мы сообщали ранее, с 1 апреля 2020 года, на 7% планировалась индексация социальных пенсий. В соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионеров в 2020 году. Но, как стало известно позже, в соответствии с официальными данными, индексацию пенсий в апреле этого года, как это часто бывает, немного изменили. И теперь, социальные пенсии, 3 миллионов граждан, проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Более 3 миллионов получателей социальных пенсий, с 1 апреля, будут получать повышенные пенсии. Самой малочисленной группой пенсионеров в России, являются получатели социальных пенсий. Это люди, которые не заработали необходимые для получения страховой пенсии трудовой стаж. Индексация таких пенсий, осуществляется с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в России, за прошедший 2019 год. Так, соцпенсии проиндексируют на 6,1%. Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению, проходивших военную службу по призыву, военнослужащих, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда, пенсии граждан, пострадавших из-за техногенных или радиационных катастроф, и другие. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения, почти 4 миллионов пенсионеров, из которых, около 3 миллионов человек, получатели социальных пенсий. Также важно напомнить, что величина прожиточного минимума пенсионера, в 2020 году, в целом по Российской Федерации, увеличилась, и составляет 9 311 рублей. Но в каждом субъекте Российской Федерации, свой размер прожиточного минимума пенсионера. Если вам интересен, размер прожиточного минимума пенсионера, в вашем субъекте Российской Федерации, напишите его в комментариях, а после, мы ответим в отдельном выпуске или в вашем комментарии. Если после просмотра выпуска, у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале, мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше, важной правовой, и не только информации о пенсиях, и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте, мне понравилось. Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях, и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступления и в зависимости от их популярности, то есть количество лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами, и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи.